Три, четыре, пять, шесть. Так, пожали их мне. Это не новое, а давно забытое старое. Еще полвека назад такие площадки были практически в каждом районе Старого Оскола. Сейчас же их возрождают. Силами местного центра культурного развития и грантового конкурса сделаем вместе. В проекте будет как минимум 10 мероприятий. За это время мы познакомим наших староскольцев с самыми разными танцами, направлениями в танцевальном искусстве. Поможем им научиться и освоить самые элементарные движения во многих танцах. В программе сегодняшнего дня народные танцы. В помощь ведущие хореографы и оркестр народных инструментов, для которого играть на улице еще то испытание. В помещении. Там акустика другая, а здесь вот такая открытая, она уходит. А мы танцуем, смотрим друг на дружку. Мечики работают. На танцевальной площадке можно не просто потанцевать, но и научиться танцу. В данном случае кадриль. Который только со стороны кажется простым. На самом деле танец живой и быстрый. Ему даже профессиональные танцоры учатся годами. На мастер-классе можно освоить азы. Беря за основу какие-то базовые ходы, базовые перестроения, за один мастер-класс можно выучить небольшую маленькую композицию, небольшой маленький сюжет. Пять минут активных танцев и мы сжигаем около 50 калорий. А сколько получаем эндорфинов и положительных эмоций, не сосчитать сплошная польза. Потанцевали с удовольствием? С удовольствием. Видите, даже от мала до велика пляшет. Столько народу, это вообще прелесть просто. Еще, 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 еще. Самое главное не снисти камеру. Узнать расписание о танцевальных площадах можно на официальном сайте Старо-Аскольского управления культуры, а также на городских афишах. Следующая пройдет 30 июля в 19.00 на площади Юбилейная, микрорайона Юбилейный, так что не пропустите. Екатерина Равинских, Евгений Игнатов. Такой день на Мире Белогорье. Продолжение следует...